Здравствуйте, хорошие люди! Здравствуйте, мои подписчики! Здравствуйте, гости моего канала! Сегодня, читая ваши комментарии, я увидела комментарии, где ко мне обращаются с тем, чтобы я, когда буду паковать чемодан, показала, что я беру с собой. Но прежде чем я отвечу на этот вопрос, я хочу сказать, что Казахстан и Германия отличаются между собой, и одежда у нас тоже отличается. Если в Германии мы предпочитительно носим брюки и футболки, например, или кофточки-блоски, то в Казахстане платье тоже актуально. Здесь платье менее актуально, потому что я, например, еду на велосипеде на работу, в платье неудобно, неудобно с голыми ногами работать, или в колготках отвыкла в магазине, поэтому работаю в брюках, там нужно и наклониться, и, ну, в общем, платье это не моя рабочая одежда. Поэтому гардероб мой делится на рабочую одежду, домашнюю одежду и одежду для отпуска. Одежда для отпуска – это одежда для курортных мест, где мы отдыхаем. Туда входят купальники, всевозможные блузочки, всевозможные легкие платьишки, легкие штанишки. Ну, вот я хочу рассказать все-таки, что я возьму с собой в Казахстан, почему я это возьму. Ну, как-то так. Ну, а так как я уже почти собрала свой чемодан, то разворачивать и распаковывать я ничего не буду. Ну, вот это платье еще не упаковано. Это домашнее платье мое, летнее домашнее платье, в котором я бегаю во дворе дома и так далее. Оно очень удобное. Его можно и в хвост, и в гриву. Оно легкое в уходе, его легко постирать, можно руками, можно машинкой, разницы нет. В нем можно выйти на улицу, в нем можно быть в доме, ну, вместо халата. Кроме этого пестрого платья, я взяла с собой еще одно домашнее платье, индийское, вышитое вот это. Оно тоже такое летнее, легкое, хлопчатобумажное. Я его очень люблю, поэтому оно едет со мной. Кроме этого, со мной едет такое платье-халат в виде рубашки, длинное. И мое любимое, мамино выходное платье. Так раньше называли мамино выходное, а у меня оно любимое. Я его когда-то купила уже 8 лет назад. Но я его люблю, и я его беру с собой. В общем, у меня одно нарядное, на выход у меня еще одно платье, дома у меня 2 платья. Вот 4 платья едут со мной в Казахстан. Кроме этого, я взяла двое легких брючек или шароварчиков. Взяла с собой шорты, в которых можно куда-то пойти. Те, которые шила мне Анна. Кроме этого, взяла одежду для леса. Это вот такие штанишки. И где-то есть у меня блузочка с длинным рукавом. Ну, взяла одежду, в которой я буду спать. Двое шорт, две футболки. Причем футболки. Могу в них спать, могу и выйти куда-то, если мне нужно. Или дома поносить. Так, что еще я взяла с собой? Ну, конечно, носочки, трусики, маечки и так далее. Это тоже не должно отсутствовать. Стараюсь взять как можно меньше вещей, чтобы нам вот этого чемодана хватило на двоих. Все-таки решила взять свои туфельки. Если пойду в гости куда-то, одену вот такие нарядные туфельки. Кроме этого, я еду в дорогу в спортивном костюме и в кроссовках. Вот два вида обуви, которые я возьму с собой. Мужу купила специально для этой поездки. Вот такие кроссовки. И вот здесь написано, что их можно стирать в стиральной машине. Поэтому я его уговорила, чтобы мы взяли ему кроссовки. Он в них поедет. И если он там их испачкает, то, приехав домой, мы их закинем в стиральную машину и постираем. Тем более, что он едет в джинсах. Едет в своем синем постоянно любимом жилете, в котором очень много карманов. Вот такое направление в одежде у меня. Сейчас объясню, почему. Обуви беру с собой по минимуму, потому что в Казахстане везде пыль. Пыль, песок. И как бы вы ни береглись, песок попадает в обувь внутрь. И та обувь, которая не подлежит стирке, ну, будет от этого, конечно, страдать. Вот единственные босоножки, которые я беру с собой. Ну, буду беречь. Не буду в них везде гулять. Буду беречь. Потому что это мои любимые босоножки. Ну, наверное, возьму еще босоножки на каждый день, которые не жалко. Поносить и выбросить. Как-то так. Вот. Поэтому и я возьму с собой в дорогу кроссовки. Я хочу купить новые, потому что в поношенных ехать, я думаю, не все меня знакомые поймут, что кроссовки, в которых я хожу на работу, они уже немножко обтертые. И им уже три года. И я их стираю в стиральной машине. В них я уже не поеду. Я куплю себе еще за эти две недели, которые мне остались до отпуска, я куплю себе кроссовки, которые потом можно будет также постирать в стиральной машине. Кроме этого, я планирую купить в Казахстане себе резиновые сапоги для леса. Потому что в Германии, сколько бы я ни покупала, мой подъем с трудом выдерживает немецкие сапоги. Поэтому подбирать буду такие, которые удобные на наши лапы и которые мне не будут давить, будут легкие, чтобы ходить в лес. И куплю еще обязательно галоши себе и своей сношеннице. Вот такие, которые чуями называют. Но это, конечно, не чуни, но утепленные легкие, утепленные галоши. Поэтому, если мне там не будет хватать каких-то тапочек, я их просто куплю. Вот так. А чисто кожаную обувь натуральную я просто боюсь испортить. Что потом их придется выкинуть и купить новые. Давно не была в обувном магазине, в таком, где продают всякую обувь. Хожу в специализированный магазин, где спортивная обувь, потому что мы сейчас на работу ходим, в спортивной обуви. И вся Германия в кроссовках. Наверное, это везде так. За модой особенно не гонюсь, не слежу. В моем возрасте модно то, что удобно. А то, что удобно и близко, как говорится, по душе, тут для меня и модно. Остальное все мелочи жизни. Как я сказала, я еду в спортивные кофти, спортивные штаны с лампасами, в кроссовках, и беру с собой еще жилет блоневый на случай, если будет похолодание, будут дожди или... Ну, надо будет... Кроме этого, я взяла еще тоненькую черную кофточку. Если мне нужно будет куда-то выйти вечером с нарядным платьем, я могу подать... Одеть эту кофточку. Она у меня такая, типа, балеру коротенькая. Рука в три четверти. Черная тоненькая кофточка. Я ее возьму с собой на всякий случай. Много места она не займет. Вот. Такие планы у меня с одеждой. Если мужу еще не складывали, он у меня вообще бы не брал никакой одежды. Он бы поехал в одной рубашке и вернулся только под моим... Надал вам нажимом. Нажимом? Нажим. Да, на нажимом. Нажимать. Правильно. Он, конечно, возьмет с собой пару рубашек, пару таких спортивных рубашек, которые называются полу, и пару футболок. Ну, вот как-то так. Нижнее белье предъявлять не буду. Ночнушек с собой не беру. Ни в подарок, ни для себя. Беру легкие шорты и беру хлопчатобумажные футболочки. Все. У меня набралась еще вот такая куча. Вот так я решила купить своей подруге. Это ее любимый цвет. Салатный. Хороший хлопчатобумажное полотенце. Вот. Для рук и для ванны и душа. Думаю еще. Может быть, я и сделаю венок к этим полотенцам. Кроме этого, купила вот такие носочки. Которые называются Арбайцзоком. Если раньше они были 75% хлопка, то сейчас они 50% хлопка. Остальное искусственные. Но все равно купила. Это мы поедем обязательно в деревню. И я каждый раз, когда приезжаю, привожу нашему другу вот такие носки. Этот раз я взяла ему еще настоящие кожаные перчатки. Ну и еще пару мелочей, конечно, я возьму с собой. Так, что еще? Еще вот есть носочки у меня. Это родственникам. Ребятам не знаю, что бутылки возить не буду. Вот такие я сделала тапочки для своей подружки еще одной. И хочу пришить на нее, на эти тапочки, вот так, две пуговички. Ну вот, как-то так. Тапочки вы все уже видели, которые я везу себе с собой в подарок. Моя подружка любит еще все в горошину. И одежду, и носки она получает от меня в горошину каждый раз. Подруг у меня несколько. Вот, что еще я говорила. Ну, нож флориста едет со мной. А как же иначе? Так. А. Беру со мной капусино. Это тоже любит моя подруга. Вот. Шоколада брать не буду, потому что не уверена, что он доедет нормально. Поэтому возьму с собой деньги. Зачем я буду тратить здесь деньги на шоколад? Если я могу просто дать денег людям, и они купят себе что-то. Хотя я лично деньги за подарок. Ну, например, своему другу я обязательно должна дать денег, потому что он следит за могилой моей матери. И он нанимает человека, который обрабатывает это все. Конечно, если он нанимает, он платит деньги. Вот эти расходы я должна ему возместить. Вот в таком плане, а не как подарок, я и возьму с собой деньги. Ну, вот в таких заботах и хлопотах проходит мой день. Сказать, что моя одежда собрана, это точно. Мужу еще не начинала собирать, это нужно его присутствие, потому что он всегда протестует против кое-каких вещей, поэтому я ему сама собирать ничего не собираюсь, но носки, нижнее белье я уже ему положила. Конечно, мы приезжаем и будем жить у моей подруги, раньше мы останавливались у тети, но тети уже 90 с лишним, поэтому я не хочу обременять ее нашим присутствием, но мы пойдем туда обязательно в гости. ну вот как-то так, мои хорошие. Так что мне еще нужно кое-что купить, кое-что подделать, например, своему другу я всегда привожу зубную нить, потому что однажды я увидела, как он берет, знаете, такие пластиковые мешки плетеные, берет вот эту плетеную нитку и чистит зубы. С этих пор или с тех пор я ему всегда привожу зубную нить, чтобы он не чистил, чем попало свои зубы. Ну вот как-то так. Вот таким образом продумываешь до мелочи все. Сегодня говорила со своей сватьей, спросила, чего, что бы ты хотела, чтобы я тебе привезла, она сказала, ничего. А я говорю, а я тебе связала тапочки. О, тапочки, да, я уже свои штопаю, штопаю. Вот они все, и подруга моя, штопает тапочки, и моя свадья штопает тапочки, поэтому все они получат тапочки в подарок. А я высылаю, конечно, когда я отправляю посылки, я высылаю и тапочки к Новому году и так далее, потому что эти тапочки, ну, выдержат год. Все. Только один год, не больше. Ну, вот как-то так. Вот это ответ на вопрос моих подписчиков, что я возьму с собой из одежды, из обуви и подарки. Какие подарки? Конечно, я в этом году планирую посетить семью, которой я отправляю, посылки, познакомиться с маленькими детками, познакомиться с их бабушкой. Вот. Игрушки с собой везти не буду, я куплю их там. Стараешься как можно меньше набить чемодан. Чемодан взяла меньший, не больший. И есть у меня еще маленький, который я хочу взять как багаж, как ручную кладь с собой. Этот маленький, чем в этот маленький чемодан я покладу. Думаю, что подарки, потому что приехать без подарков было бы стыдно. А так как мне сказали, что чемодан, где-то пропадают чемоданы, то ну уже белье-то мы там себе купим. А платье даст подруга поносить. Ну, как-то так. Это все объяснимо. Будем надеяться, что все будет у нас хорошо. А с вами я снова прощаюсь. Прощаюсь с вами до завтра. Как обычно, в то же время, на том же месте. Живите, мои хорошие, живите, радуйтесь жизни, живите здесь и сейчас. Мирного неба нам всем. Вот этого желаю. Вот не то, что от всей души, а вот всем своим существом, всем людям на нашей планете. Ну, и, конечно, здоровья, дороги, счастья, любви. Спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии, за вашу подписку. Оставайтесь со мной и до новых волнующих встреч на канале Север, это моя судьба. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!